Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева и это видео кусочек практической части курса колористика в общем курсе дистанционный мастер, который стартанет у нас с 1 декабря. Если вам интересен этот курс, вы можете перейти по ссылке вот здесь, либо в описании к этому видео. Сегодня я вам расскажу о том, как создается коричневый цвет вообще в принципе, один из вариантов, вернее, его создания и тепло-холодность вкратце, и светлота, что это такое, чтобы вы понимали. Потому что многие мастера не особенно понимают вот эти все термины, что они на деле на практике означают. Я сейчас покажу, как создается коричневый цвет. Я беру вот у меня палитра, на ней расположены вот эти же самые цвета и если взять в равных частях, вот я сначала беру желтый, потом я беру красный, примерно такую же часть, и я беру синий. То есть это цвета основные, но ими, конечно, никто не работает на клиентах открытыми. Все цвета, которые у вас есть, это смеси. Если тщательно перемешать вот этот цвет, то получается такой красивый, благородный, нейтральный коричневый, чтобы вам было понятно. Вот оно. Посмотрите, вот из этого цвета можно делать брови, на самом деле, наверное, 8 из 10 клиентов вашим. Но если у вас очень яркая брюнетка или очень светлая блондинка, то это уже будет сложнее. Так вот, как создается цвет для всех типов, я расскажу на нашем курсе дистанционном. А здесь я сейчас вам расскажу о тепло-холодности и светлоте, что это такое. То есть, вот смотрите, этот цвет нейтральный. Нейтральный он, потому что в нем в равных частях и холодные, теплые оттенки. Холодный цвет – это тот, в котором преобладает синий, допустим. То есть, холодное – это вот все с холодом связанное. Если сравнить вот этот цвет и вот этот, они уже разные. Вот здесь он гораздо теплее, чем вот здесь. Если мне надо увести в теплый цвет, то я просто беру больше частей красного, добавляю его вот в этот оттенок. Вот здесь вот будет хорошо видно, какой цвет получается. Это все цвета, на самом деле, наверняка вы встречали их в палитрах линеек. Они вот эти оттенки везде существуют, в разных вариациях. Но, может быть, вы не знали, как они создаются, такие цвета. Теплые и холодные оттенки – это если холодный больше синего, он уходит в холод прям. Если теплый, то это больше красно-оранжевого подтона, условно. Тепло-холодность существует во все… Во всех вообще, в принципе, цветах, ну, кроме разве что оранжевого. Но, на самом деле, каждый цвет относительно другого – он то ли холоднее, то ли теплее. Поэтому очень часто зависит еще от фона, на который положен. То есть, допустим, вот этот вот теплый коричневый цвет, положенный на очень теплую кожу по цвету, будет выглядеть слишком теплым. А на холодную кожу положенный он будет выглядеть отлично и даже прохладно. Вот из этих трех цветов, повторяю, можно создать вообще любой оттенок, любой цвет. Также вторичным цветом является зеленый цвет, который мы создаем, если берем желтый и синий. Тоже в равных пропорциях, если смешать, то получается такой теплый, достаточно цвет, нейтральный, скажем так. А если брать больше синего, то у вас получается уже такой изумрудный холодный оттенок. То есть, вот с этими цветами вы всеми должны поиграть прямо, чтобы понять, какой из чего складывается оттенок, цвет и как создать вообще тот или иной оттенок, чтобы в дальнейшем вы могли понимать, какие вам, допустим, нужны корректоры, в какую по тону кожу положить какой оттенок, как изменить его, если он лег не так, как вам бы хотелось. То есть, вот это прямо на практике, если применить, не просто посмотреть, как я это сделал или кто-то другой, а именно на практике применить самим и посмотреть, в каком количестве, какой цвет дает, какой оттенок, вам это очень сильно поможет. Это я вам сейчас рассказала про хроматические оттенки, очень мало и очень коротко. В принципе, здесь все основное. А хроматические оттенки, это бесцветные, то есть это по сути белый цвет, который соединен с черным и вся вот эта вот огромная градация цвета, зависит от нахождения, от количества белил в черном цвете. Я выделила 30 вопросов, которые возникают у мастеров, у каждого мастера, когда он начинает задумываться о колористике. И это только самая верхушка айсберга курса колористика, который мы для вас записали. И я вам озвучу эти вопросы. Как создать простой коричневый цвет? Что такое холодные теплые оттенки? Как создать светлые цвета на бровях для блондинок? В каких случаях вы должны применять корректоры? Как изменить старый красный татуаж на бровях в каштановый или в русый? А как изменить оранжевые брови клиента в русый или каштановый? Надеюсь, это было видео для вас полезным. Если у вас остались вопросы, пишите их в описании к этому видео, с удовольствием на них отвечу, и приезжайте на наше обучение. Как на него попасть, вы можете понять, пройдя по ссылке вот здесь, либо в описании к этому видео. Всем спасибо за просмотр, всем пока!